В поле зрения сотрудников ГАИ и волонтеров БРСМ сегодня попала улица Орловская. Здесь практически рядом расположены четыре крупных учебных заведения. Лицей номер один имени Пушкина, средние школы 28, 23 и 26. Задача – обратить внимание водителей на нерегулируемые пешеходные переходы, по которым в часы пик с 7 до 9 и с 12 до 14 дорогу переходят школьники. Дети вернулись со школьных каникул, все сели на школьные скамьи. И большой поток учащихся идет в учреждения образования. И, конечно же, детям нужна адаптация. Многие забыли правила дорожного движения, переходят проезжую часть с нарушением ПДД, а водителю, в свою очередь, не предоставляют преимущества детям на пешеходных переходах. Я призываю родителей собственным примером показывать, как необходимо везти на дороге, ну и, конечно же, напоминать каждое утро детям элементарные нормы правил дорожного движения. Также в период времени по 10 сентября включительно все мобильные датчики фиксации скорости в городе Бресте на территории нашей области приближены к учреждениям образования. В Брестской области подобная акция проходит впервые. Поэтому присутствие сотрудников ГАИ на пешеходных переходах дисциплинирует не только водителей, но и пешеходов. Не остались в стороне от проблемы и молодежной организации. По области в рамках акции «Безопасная дорога в школу» вместе с БРСМ задействовано порядка 200 волонтеров. Ребята из молодежного отряда охраны правопорядка вместе с сотрудниками ГАИ дежурят возле пешеходных переходов. Нашим бойцам МООП тоже нравится патрулировать, потому что они действительно оказывают реальную помощь сотрудникам госавтоинспекции. И они показывают реальное дело, им это интересно, они получают тоже бесценный опыт, потому что именно на практике они могут и с помощью сотрудника ГАИ и правильно объяснить детям, как правильно переходить дорогу, и проводить другие виды различных практических мероприятий. Еще одна проблемная точка микрорайона Восток – нерегулируемый пешеходный переход на улице Гаврилова. Между средними школами номер 12, 29 и двумя детскими садами загруженная трасса с четырехполосным движением, что делает это место очень оживленным и небезопасным. Выход из ситуации – установка светофора. Здесь не только несколько школ, здесь несколько детских садов. Я в силу своей профессии каждый день хожу на работу, я замзаведующая детского сада. И вы знаете, каждый день я с боязнью перехожу эту дорогу не за свою жизнь, а за жизнь детей. Еще это напрямую связано с своей семьей, у меня учится дочь в 12-й школе. Конечно, я переживаю не только за нее, а за всех деток, которые ходят в эту школу, которые живут в ближайших домах. Здесь необходим светофор, и дети должны спокойно идти в школу, и родители спокойно снести свою службу и работу. Помните, дорога ошибок не прощает. И если за допущенный промах в задаче школьнику поставят плохую оценку, то за невнимательность на дороге водитель и пешеход заплатят здоровьем или жизнью. С начала текущего года на территории нашей области с участием несовершеннолетних зарегистрирована 51 дорожная авария, в результате которых 8 детей, к сожалению, погибли, и 56 детей получили травмы различной степени тяжести. Ирина Альшова, Андрей Щербантон, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.